Обнимаю, жму руку и благодарю за этот год. С наступающим вас Новым Годом! Последнее оперативное совещание в правительстве республики в 2022 году началось с традиционных поздравлений и награждений. После этого сразу перешли к разбору обращений от жителей. Прошлая неделя отличилась своими перепадами температуры и непостоянной погодой, что сказалось на качестве дорог, а оно, в свою очередь, на тематике обращений в социальных сетях. Дороги на первом месте у нас по обращениям жителям в социальных сетях, 801 обращение на эту тему. Дорожная ситуация за последнюю неделю была очень непростой. В первую очередь, конечно, расчищали дороги к объектам социального назначения. Однако у жителей понятно, что вопросы остались. Мин ЖКХ Башкирии заявила, что ситуацию с очисткой дорог держит под контролем. Кроме того, исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова рассказала, как будет организована уборка снега во время новогодних каникул. Она попросила управляющей компании оперативно реагировать на обращения уфимцев, а также заявила, что при сильных снегопадах будет задействована вся имеющаяся техника. Обеспеченность составляет 100%. В среднем для уборки дорог местного значения планируется ежедневный выход 1400 единиц техники и 780 дворников. Для уборки дворовых территорий управляющими компаниями ежедневно будет задействована 351 единица техники и 1638 дворников. В случае обильных снегопадов будет задействована вся имеющаяся техника, которая будет выходить в две смены. Режим работы в период праздников изменится не только у коммунальщиков, но и у врачей. У поликлиник изменится график, поэтому поход к врачу стоит спланировать заранее. Подготовлен приказ работы в новогодние праздники наших амбулаторно-поликлинических учреждений. 31 декабря мы работаем с 8 до 17 часов с приемом в поликлинике вызовов врачей на дом. С 1 по 8 января также до 17 часов все поликлиники будут работать, проводить приемы и принимать вызова врача на дом. 31 декабря отметите, значит, с семьей и на службе. Не надо сидеть на работе, вы должны отрабатывать этот вопрос. Можете проехать, посмотреть, где у нас что, как и так далее. Поработайте, пожалуйста, эти выходные, ладно? Так, конечно. Договорились? Есть. Спасибо. В зимнее время года трудности возникают не только со снегом и дорогами. Увеличивается также и количество чрезвычайных ситуаций, особенно пожаров. Жители активнее пользуются обогревателями и газом, топят бани, украшают дома свечами. В новогодние каникулы число происшествий рискует увеличиться, поэтому председатель госкомитета ПЧС предложил главе республики ввести особый режим. Уважаемый Радий Фаридович, предлагаем дополнительно с 31 декабря текущего года по 10 января 2023 года ввести на территорию республики особый противопожарный режим. Это даст нам сократить количество пожаров. Завершить подведение итогов глава республики решил своеобразным наставлением. Ничего нового я вам, к сожалению, пока сказать не могу. Каждый год, я вам так говорю, год был непростой. И ничего хорошего, я имею ввиду, в плане, что будет вам легко в следующем году, я не обещаю. Будет непросто. И будет много вызовов, и будет много задач, и будет много сложных задач, которые мы с вами, я уверен, решим. Вечером 25 декабря новогоднее настроение пришло в микрорайон Яркий. Друзья, добрые знакомые и близкие люди собрались в местном парке, чтобы открыть большой зимний каток. На ледовой площадке соседи встречаются каждый год. Для них открытие катка уже стало новогодней традицией, которая заряжает их перед главным праздником зимы. Ежегодно мы проводим такие мероприятия. Открываем каток, проводим Новый год. Основная наша задача, конечно, создать комфортные условия и место для жителей, где люди смогут праздновать различные мероприятия, спортивные какие-то события. Да и просто приходить с семьей и своими друзьями проводить время. В этом году праздник стал таким большим, что выбрался и за пределы катка. Сделать его еще ярче помогла компания Уфанет, наполнив его любимыми всеми зимними забавами и веселыми играми. Вообще с ярким, с активными жителями, с сообществом мы дружим очень давно. Ни один праздник уже по традиции не обходится без нас. Тут очень отзывчивые жители, очень классные детки, которые всегда приходят на наши площадки играть. Для нас, наших сотрудников, это на самом деле тоже такая возможность погрузиться в детство и получить заряд хорошей энергии и настроения на рабочей неделе впереди. Катание на тюбингах, хоккей на снегу и другие забавы снова погрузили маленьких гостей в атмосферу зимнего праздника. А их родители через атмосферу общего веселья ощутили, как приближается Новый год и сами ненадолго смогли ощутить себя детьми. Очень здорово, что каждый год по-разному наряжают этот парк. Прямо вот, ну, глаз радует. Самые яркие, положительные, если настроения новогоднего нет, то вот это мероприятие как раз его и создает. Детям особенно нравится такое вот новогоднее настроение уже. А вам? Тоже нравится, конечно, и детям нравится, нам тоже нравится. Когда дети радуются, и вместе с ними радуешься, и стоишь, и прыгаешь, и скочишь, и подвадриваешь их, и само себя, конечно, настроение классно. Я старшего не могу до сих пор найти. Он где-то здесь бегает, играет. Праздничный вечер даже после своего окончания наверняка продолжался в душе каждого гостя. А Новый год стал ближе для каждого, кто смог ощутить атмосферу сказки и веселья. Егор Полторыхин, Андрей Шуняев, телеканал ЮТВ. Здраво, меня зовут Мир Коздравич. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. И давайте же узнаем, чем запомнился уфимцам год уходящий и чего они ждут от года 2023-го. Погнали! Скажите, как год прошел? Ну, в целом хорошо. Замечательно. Все как обычно. Мне кажется, как у всех, не очень хорошо. Как и во всей стране. У всех. Напряженно, местами радостно, местами тяжело. Работали с самореализацией своей, углубились в себя. В чем мы можем быть полезны людям? Путешествий было много. Мы с друзьями летали на Эльбрус. Ничего себе! Да. Я съездил на Кавказ, прыгнул с парашютом. Работу хорошую нашел. А у вас? Ну, я сдала ЕГЭП. А, я еще девушку себе нашел. А, год видите? Я отлично провела год. Я встретила любимого мужчину. Он у меня уехал на вахту. На вахту съездил на месяц. Вообще весело было. Чуть не помер там. Он чуть не взорвался. Ну, да. Ну, если вкратце. А можно я так и оставлю, чтобы это была сенсация? Человек чуть не взорвался на вахте. Человек решил, что было бы прикольно поварить возле бочки с нефтяной смесью. И вот искра попала туда, куда не должна была попасть. И столб огня. А я рядом находился. Ну, я занимаюсь адвокатурой в сфере уголовного права, защитой от произвола, правоохранительных органов, от беспредела, оправдательные приговоры в том числе. Ну, я, например, переехала. Куда? В Уфу. Нравится вам вообще? Ой, я, наверное, мужу своему отдала бы. А он кого вылечил? Меня вылечил. Себе. Я хотя бы в этом году, ну... Выжила? Да, выжила. Путина? Ну, я могу только вспомнить Путин. А за что? Не знаю, просто за все хорошее. Ну, такое сделал. Самым стойким людям, это, наверное, пожилым людям. Давайте мы дадим эту премию русскому народу, вот в целом. Давайте. Мне кажется, что у нас каждый человек – человек года. А вот событие какое запомнилось? Вот недавно Месси забрал кубок свой долгожданный. Ну, я больше за французом была, конечно. Новый год. Семья вместе. Праздник шикарный. Закрытие импорта – довольно запоминающееся событие. Вкусная точка, прикольное событие. Вообще суперклассное. В этом году самое печальное событие. Только плохие события с Украиной. Трагедия, военные конфликты и так далее. Это у нас у всех на устах. Нет, я человек позитивный и оптимистический, поэтому для меня все и вся… Все хорошо, улыбаемся и Машем, как говорится. А 2023-го что ждете? Чтобы все урегулировалось. Чтобы все утихомирилось. Чтобы мир был и все были здоровы. Мир наступил во всем мире, но в нашу пользу. Мирного неба над головой. Как раньше, чтобы все было хорошо, чтобы никто не погибал, чтобы никто не страдал. Чтобы все закончилось. Чтобы все это закончилось. Чтобы мы спокойно жили и не бегали там кто за тушенками, кто за курицами там. И не скупали все подряд, а жили спокойно. Мира и добра. Ну и чтобы наши дети были здоровы, счастливы. Чтобы они действительно ощущали детство. А я жду чего-нибудь хорошего. Просто чего-нибудь хотелось. Да, чего-нибудь. Хотелось вернуться в 2008-й. Ну вот и все. С вами была Эмир Коздравич. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова